Всем привет и добро пожаловать! Это видео курс о создании комплексных сцен в программе Blender. Часть 4. Главный план. Видео. 11. Ландшафт. Просмотрев план действий, я понял, что я как-то не учел ландшафт, и работу над ландшафтом нам придется произвести прямо в этой сцене. Смотрите, по ландшафту он у нас сейчас слишком низкополигональный, это прямо четко прослеживается вот в этих всяких фрагментах. Конечно, он сейчас травой там частично закроется, это понятно, но я бы хотел все-таки немножко сразу его проработать. И с учетом того, что мы слегка поменяли освещение, он сейчас получается очень сильно освещен. Я бы хотел, чтобы вот весь этот фрагмент, его задний, был в тени у нас. И, соответственно, я бы хотел, возможно, чтобы он уходил здесь слегка глубже, проваливался. Поэтому пока что сделаем следующее. Во вкладке Main я нажму минус на нампаде, чтобы закрыть все вкладки, и плюсик, чтобы открыть на один уровень и иерархию. Отключу здесь пока Main избу и Main trees, и Main BG тоже. Main trees, Main BG. Вот, таким образом. И сейчас выберу этот ландшафт, чтобы вдруг что-то у нас не пропало, чтобы у нас всегда была возможность откатиться обратно. В вкладке Main Support я добавлю коллекцию, которая будет называться Main Backups. Ландшафт, Main Ground, Shift-D я продублирую. Правой кнопкой мыши сброшу перемещение. И с помощью M перенесу его в Layers, Main, Main Support, Main Backups. Перенесу его в эту коллекцию, и пускай он лежит у нас там. Просто чтобы, если что, я мог к нему вернуться. Значит, в Main Ground. Теперь перехожу в Sculpt Mode. Я хочу вот здесь сделать поглубже, прям вот эту вот часть все с X. В этих местах, которые непосредственно прилегают к забору, чтобы он стал несколько более объемным. Чтобы вот здесь появилась тень. У нас на нем до сих пор включен модификатор MultiRes, MultiResolution, который позволяет скульптинг делать процедурным. То есть, можно его потом будет отменять при желании. Так, это у нас что здесь за треугольничек такой появился? Сейчас все-все-все это исправим. И второй треугольничек. Давайте еще разделим Subdivide. Поскольку мы все-таки добавляли на задний план отдельный ландшафт, и у нас есть возможность чуть-чуть добавить здесь полигонов. Здесь сверху под забор я его слегка приподниму, чтобы он касался забора точно. Ну, скажем так. Здесь точно то же самое проделываю. Пруд у нас здесь пока еще остался, это хорошо. Сейчас я убедюсь, что везде ландшафт подходит у нас точно под забор. Вот таким образом. Ну, вот, может, чуть-чуть пониже, вот здесь так. Но здесь все же дальше не важно, потому что его там не будет видно. И вот здесь тоже с прудом. Посмотрим 0 вид из камеры. Включу избушку пока обратно. Я бы хотел, чтобы вот здесь скос был более крутым. F увеличить размер кисти. Сейчас я включу скринкаст. Ну-ка, вот, теперь здесь будут отображаться горячие клавиши, которые я нажимаю. Хочу вот здесь его прямо уменьшить. Сделать вот так вот, чтобы он сразу уходил туда, в озеро, в это, в пруд. Сейчас посмотрим, как будет, когда избушка будет стоять. Ну, все нормально здесь, все в порядке. Можно еще здесь вот чуть-чуть так сделать. F прибрать. Опять же, напомню, что у нас все должно так или иначе указывать на избушку. То есть, чтобы все вот это вот по кривым, чтобы они у нас совпадали, чтобы они все указывали у нас на избушку. Это же требуется и от пруда в том числе. Ну, вот, я думаю, так будет нормально. Сюда можно вот этот вот мыс выдвинуть немножко. Ну-ка. Шифтом немножко вот так сгладить. Ну, да. Ну, просто, чтобы было какое-то интересное что-то. Так, сзади. Вот здесь вот уже, получается, подсвеченным у нас. С помощью Ctrl еще немножко усилим этот эффект. Ctrl-Z. Вот, да, вот таким вот образом, чтобы там был более резкий склон. Мне нужна здесь от этого склона, в первую очередь, вот эта тень, которая образуется. То есть, чтобы у нас не просто был плоский-плоский, как стол ландшафт, а чтобы свето-теневой рисунок на него как-то ложился более интересно. Значит, здесь у нас должна быть одна из направляющих. Так, ну, вот здесь сделаем овраг поглубже, вот так вот прям его. А здесь делаем одну из направляющих, отсечку, которая будет указывать на избу. Где она там получается? Сейчас здесь не видно с этим шейдингом. Приблизительно вот здесь, да? Shift. Ноль. Можно даже две. Можно еще вот эту там продлить. Сюда, например. А там углубить. Вот так. Угу. Окей, здесь я вижу, что вот под забором прямо очень большая дыра. Можно ее вот так сделать, загладить здесь тоже. Плюс под забором мы сейчас нарисуем траву. И плюс я бы хотел сделать вот здесь все-таки небольшой пригорок. Прямо большой, на самом деле большой пригорок вот здесь сделать в этом месте. Потому что здесь у нас какой-то очень плоский ландшафт получился. Хочу сделать вот здесь вот возвышение, которое бы частично перекрывало у нас забор. Вот где-то так, например. Сейчас посмотрим, как это будет отсюда выглядеть. Нет, надо его еще ближе подводить вот сюда. Ну-ка. Вот так. Можно еще. Ну вот да, приблизительно вот так. Можно даже еще чуть сюда его выдвинуть. Сейчас я посмотрю, еще включу предыдущий слой, который идет перед ним. Фронт. Угу. Да, фронт я включил. И сейчас вот это, я понимаю, можно еще чуть повыше сделать, чтобы он возвышался даже над фронтом. То есть вот здесь вот таким вот образом. Я хочу на него березу посадить. И мухоморов тоже. Потому что иначе у нас здесь будет очень глубокое пространство. Если его будет плохо видно, оно не будет здесь читаться. Значит, еще сюда ближе выводим. Раз. Можно чуть сгладить. Вот. Таким образом у нас пойдет опять же вот эта вот направляющая сюда к избе. Только правнее ее сделать. С шифтом сглажу. Угу. Да, уже лучше. С деревьев мы сейчас отдельно потом будем прорабатывать. Передний слой я пока... А, ну здесь, собственно, то же самое. Можно немножко его сделать перед забором тоже повыше. Возможно, там уже высоковато. Вот здесь понише сделать. Ладно. Угу. Хорошо. Так, фронт я отключаю. На Main Ground я добавляю Landscape Main. Это мы уже дублировали материал, но мы его использовали, кажется, для заднего плана. Сейчас проверим. В Main BG я включу. И у нас там была коллекция Main Landscape. Какой у нас здесь был использованный материал? Выйду в Object Mode. Выберу этот объект. Landscape BG. А здесь у нас Landscape Main. Ну, пускай тогда Landscape Main так и остается. На всякий случай в Main Backups, в Main Ground я его тогда продублирую. Просто, чтобы у нас остался старый материал. Хотя бы на одном из Main Backup. Хотя бы на одном из объектов. Чтобы остался этот материал. Так, это закрываю. Main Ground. Теперь будем редактировать этот материал. Сейчас я его выведу на какой-нибудь кадр, где у нас землю хорошо видно. Где она прослеживается вся. Вот. И включу, наверное, сразу деревья. А задний план пока отключу. Хотя, возможно, давайте сейчас пока даже без деревьев. Значит, текст-эдитор открытый. Я пока переключаю в Shader Editor. Точка. Навестись. На все. Кости, кстати, мы добавляли вот эти самые блики от пруда. И, кстати, вот сейчас я вижу, что, возможно, я ландшафт бы еще сейчас. Ctrl Save. Давайте F12 сделаем. Сейчас посмотрим, как это будет в полном разрешении. Возможно, я на ландшафт бы добавил все-таки еще немножечко детализации. Получается, он очень ровный. Хотя нет. Вот здесь смотрится нормально. Это происходит потому, что у меня в модификаторе Multirass, наложенном на ландшафте, Levels Viewport. Вот здесь. Они меньше, чем Levels Sculpt Render. Поэтому мы их видим не так, как они выглядят уже непосредственно во время скульпта. Так, давайте-ка еще избу отключу. Еще чуть-чуть Object Sculpt Mode. Вот здесь педредактирую, чтобы везде под забором он хорошо смотрелся. Раз уж мы его отдельно прорабатываем. Есть возможность сразу устранить возможные огрехи. Ну, здесь нормально. Ладно, здесь мне все устраивает. В Object Mode обратно перехожу. Избу обратно включаю. Материал. Значит, в материале я бы хотел... Ну, во-первых, давайте мы его отсюда возьмем. Вот что сделаем. Возьмем Landscape BG, который у нас был. Background, да? А хотя нет, наверное, все же... Я его хотел взять за основу и из него что-то попытаться сделать. Но, скорее всего, нет, не получится. Мне не нравится, как он выглядит здесь. Landscape Close Up как выглядит. Мне нужно просто что-то, чтобы сейчас взять за основу. На основе чего можно было бы уже это сделать. Ладно, тоже не важно. Давайте сразу с Landscape вот прямо с этим посмотрим, что мы можем сделать. Во-первых, мы точно будем к бампу добавлять ноиза дополнительного. Shift-A, Texture, Noise Texture. Координаты возьмем все те же самые Object. Сейчас она выглядит вот таким образом. Я ее хотел бы сделать не такой рябой. Сейчас она в очень маленьких вот этих вот точечках. Мне она нужна, наоборот, чтобы она была более широкая. Допустим, на единичку выставим. Вот таким вот образом. Но при этом, чтобы она была достаточно детализированная. Поэтому Details я выставляю на 16 и Roughness у нее поднимаю. Приблизительно вот так. Теперь я эту Noise Texture буду добавлять к вот этому материалу, который у нас шел сюда в Bump. Давайте, чтобы лучше было понятно, что происходит. Конвертер RGB to BW. Сконвертируем выход отсюда в черно-белый цвет. RGB это Red, Green, Blue. Соответственно, красно-зеленый и синий. Полная цветовая гамма. BW это Black and White. Черно-белый. И к вот этой текстуре я хочу подмешать вот эту текстуру. Конвертер. Math. Add. Прям будем ее добавлять. Будем ее добавлять. Получится вот это. И давайте сразу ее вставим в Height и будем смотреть, как она будет воздействовать на Bump. Чтобы регулировать объем добавляемой текстуры, сколько я этой текстуры добавляю, я продублирую нод Add. Переведу его в режим Multiply. Это нод Math, который находится в Converter. Math. Multiply, да. Я не перебил. Значит, еще раз. На нуле эта текстура не будет добавляться вообще. Подмешивая ее, она будет добавляться все больше и больше и больше. Ну, вероятно, вот 9 это уже перебор. Наверное, все-таки поменьше сделаем. На троечку. Вот так. Мне нужно, чтобы ландшафт был под травой даже уже достаточно детализированным. И, возможно, я бы еще хотел, чтобы он был более разнообразным. Мы сюда подмешивали вот эту штуку. Сейчас посмотрим, как она выглядит при помощи Multiply. И, возможно, я хотел бы, чтобы она подмешивалась еще больше сюда. То есть, вот фактор я здесь бы увеличил. И, возможно, Multiply. Наверное, я бы даже чуть-чуть прибрал. 4. Или оставим это так. Просто поднимем вот этот слайдер. Вот так вот. Чтобы в каких-то местах тут были явные проплешины. Проплешины, но только они здесь прямо идут такие земляные совсем. А мне бы хотелось, чтобы они были более травянистого цвета. То есть, ближе к желтовато-зеленому. Вот такому. Ну и, наверное, чтобы все остальное тоже. Оно сейчас очень получается ярким. Очень бледным даже, я бы сказал. Поэтому ко всему остальному я хочу подмешать немножко вот какого-то тоже такого зеленого цвета. Травянистого. Зеленовато-желтого. Чуть-чуть буквально. Вот. Я думаю, что где-то так. Ну, условно, вот у нас была Shift. Правая кнопка мыши. Трава в чистом виде. До подмешивания этой текстуры. Вот после. Ну, возможно, вот этот я бы, да, сделал все же не таким темным. И тоже позеленее сюда вывел бы. Хотя тут... Ну, да. Вот. Вот так, да. Просто дело было в том, что надо было его чуть-чуть поднять по цвету. Он мне, в принципе, здесь нравится. Единственное, я его... Хотя нет, я бы все-таки его еще сделал чуть-чуть позеленее. Поскольку тут ярких земляных пятен таких не должно быть. Тут везде все будет заросшее травой у нас. Возможно, только по краям. Я бы сделал, чтобы с помощью Ambient Occlusion сюда, в тех местах, где она соприкасается с другими объектами, подмешивался бы как раз коричневый цвет. То есть вот на местах пруда, чтобы он был коричневый. Смотрите. Input. Как мы уже делали в прошлом видео, когда делали пруд. Ambient Occlusion. Normal сюда тоже, кстати говоря, вставим. Попробуем, как это будет выглядеть с Normal. Если с Normal будет плохо выглядеть, то сделаем сейчас без Normal. Смотрим. Ждем. А, ну, собственно, да, уже дождались. Больше ничего не будет происходить. Значит, конвертер Color Ramp. Черный я у него здесь поднимаю. Да. И я вот сейчас вижу, что, наверное, без Normal это будет лучше. Потому что Normal, он делает Ambient Occlusion практически везде вокруг. А мне нужно все-таки, чтобы он был только на стыках с основной геометрией. Вот, да, где ноги у нее находиться будут. Хотя, с другой стороны, смотрите, ноги же у нас будут еще и передвигаться. Секундочку. Я еще выберу пруд сейчас и наложу на него модификатор. Он не совсем правильно здесь работает по вот этим вот частям. То есть, мне бы хотелось, чтобы пруд воздействовал на верхнюю часть ландшафта тоже, который находится над поверхностью пруда. А он сейчас воздействует только на то, что под поверхностью пруда. То есть, вот внутри, если мы сейчас приблизимся, shift tilde, и спустимся под поверхность, то вот под поверхностью там черное у нас находится на стыках, а над поверхностью не черное, а белое. А мне хотелось бы, чтобы оно и над поверхностью было черное. для этого у пруда я сейчас попытаюсь добавить модификатор Solidify, возможно это поможет, а возможно и нет, сейчас посмотрим ух ты, он прям так долго думал Solidify и Cygnus добавил например 5 метров ему, чтобы он вглубь уходил на 5 метров, так что у нас там произошло, почему он так себя стал вести это он из-за ландшафта так себя ведет сейчас Mainground, да, это он из-за ландшафта так себя ведет, Shift-тильда ну хорошо, пускай будет так, в принципе то, что будет под избой, меня сейчас не очень сильно волнует, меня сейчас волнуют больше остальные все тени, потому что то, что будет под избой, я в любом случае хочу вот на всем месте, где у нас стоит изба, потом добавить большое пятно которое будет делать тот же цвет, в который выкрасится все, что и в Ambient Occlusion это мы сейчас маску будем двойную делать поэтому здесь выберу материал ландшафта Ctrl-Save точка навестись Object Shade Smooth возможно Distance сделать чуть побольше или сейчас, подождите, что у нас Distance нет, на единице она была нормальная интересно, это происходит из-за модификатора Multi-Res ну-ка, если мы Weighted Normal сверху поставим не поможет это нам? Auto Smooth надо для него включить ну, не сильно это помогает видимо, это действительно особенность работы Ambient Occlusion нода недостаток геометрии, что если слишком сильно это делать он вот начинает так себя вести хотя странно, честно говоря ну, впрочем, и ладно, давайте посмотрим как это вообще, в принципе, все будет выглядеть у нас уже в виде маски ноль, переход в вид камеры этот Multiply я добавляю сюда пускай это будет вот такой темно-коричневый цвет и это я использую в качестве фактора только мне нужно поменять местами потому что добавляться он будет в тех местах где будет, соответственно, белым обозначено теперь в тех местах, где будет белым к вот этому цвету будет добавляться, соответственно, вот этот вот еще Multiply давайте вставим его посмотрим, как это будет выглядеть вместе вместе с маской и вместе с шейдером уже ну и вот мы видим, что здесь он, да уже немножко сливается и, возможно, я бы прямо вот это еще добавил к бамбу сюда Convert Math у нас здесь Distance 0.3 и к 0.3 я бы как раз добавил выход из этой маски то есть вот те значения, которые белые это единица, да я бы еще дополнительно добавил к Distance здесь то есть смотрите сейчас, что происходит я беру начальную цифру 0.3 прибавляю к ней вот этот ColorRamp то есть вот то, что вы сейчас видите только мне его нужно, наверное, разделить перед тем, как добавлять потому что я не хочу добавлять единицу я хочу добавить, например, 0.2 в тех местах, где он белый 0.2 положим да, я добавляю и вот это я буду использовать сейчас в качестве Distance у бамба она сейчас 0.3 здесь идет вот это же самое начальное значение 0.3 я беру и добавляю к нему разделенное ну, вернее, не Divide, только Multiply умноженное на 0.2 значение вот этого ColorRamp, который мы сейчас видим я это все добавляю в Distance смотрим я хочу просто, чтобы в этих местах она была более фактурная можно Multiply даже еще чуть добавить 0.3, там, больше, еще, еще, еще нет, не работает ну и ладно немножко перегруппирую ноды чтобы было более понятно что у нас где тут происходит значит, это у нас идет Mask Ambient Occlusion и пускай она так и идет это что касается бамба у нас сюда оно только на бамб идет значит, здесь Hide окей включу задний план чтобы убедиться, что там все совпадает по цвету у нас MainBG я включаю жду, пока он прогрузится ну, не совсем оно совпадает Alt-A и я не уверен, что именно из этого я хотел бы поменять наверное, все-таки задний план сделать его чуть-чуть более он сейчас какой-то более в синеву туда идет я хотел бы более в желтизну его сделать тоже значит, MainNG это почему NG? BG Ground Background же MainBackground Ground я выбираю Object A точка, чтобы навестись на все шейдеры вот этот вот Landscape BG у нас таб, чтобы перейти в него и вот здесь общий Hue я у него, пожалуй, что в сторону в меньшую до 0,4 value все-таки чуть-чуть поднимем у него чтобы он был посветлее до единицы а Saturation можно даже чуть-чуть слегка прибавить наверное не прибавляется один из... да, вот пошло или даже не слегка ну, например, вот так да, я думаю, что вот так будет хорошо все, сейчас это выглядит ну, вполне себе как лес весной уже даже без каких-либо трав там, деревьев так что меня это полностью устраивает Background я пока отключу все с ландшафтом здесь практически пока что почти что все единственное мне бы хотелось все-таки сделать немного под избушкой давайте сейчас под избушкой сделаем вот что временно сделаем источник освещения в MainSupport я его сделаю коллекцию которая будет называться Main Temp Lighting временное освещение включу ее и в ней создам вот прямо здесь включу оверлей Shift-A Light какой-нибудь Point Light сделаем его скажем на там 1000 Ватт GZ так, у нас включен снэппинг да, у нас включен снэппинг отключим снэппинг GZ подниму его так, ну 1000 Ватт много, ладно 100 сделаем просто чтобы увидеть что у нас происходит сейчас здесь под избушкой в этом месте я хочу добавить к ландшафту Main который ландшафт Main Ctrl-Save Shift-A и вот это я вот уже так, Point мы вот сюда Main Templating засунем и сразу же отключу эту коллекцию из рендера на всякий случай чтобы она у нас не отрендерилась там нигде никогда Main Ground здесь же создадим Shift-A Empty Plane Access так, пока что временно я снижу наверное сэмплинг во Viewport потому что у меня все очень сильно тормозит ну, я думаю что у вас тоже если у вас все очень сильно тормозит снижаем сэмплинг во Viewport он гораздо быстрее все просчитывает и не такая большая нагрузка идет все равно, конечно, большая но не настолько значит, создали этот самый Empty я его сейчас буду использовать как мы для пруда использовали для каустики только для маски которая будет находиться под избой назовем его Main Ground даже не знаю Dirt Dirt типа грязь Dirt и в конце еще Control напишу потому что это контроллеры Main Ground выделяю Shift-A Input Texture Coordinate добавляю Shift-A Converter Vector Math в режиме Length добавляю Object включаю сюда в качестве объекта выбираю Main Ground Dirt Control наш Empty наш пустышку смотрим, что здесь у нас как это выглядит ну вот оно черненькое начинается в серединке и оттуда расходится все как и полагается значит, перед ним мы ставим Converter Vector Mass в режиме Scale чтобы контролировать размер этой сферы которая у нас будет ну это сфера как бы да, это не просто градиентик это вот такая сфера которая ближе к центру черная потому что ближе к центру вектор длина нулевая а черная это ноль или чем дальше тем она ближе к единице и дальше уже выше за единицу теперь нам нужно инвертировать то, что получается потому что мне нужно чтобы вот здесь она была белой Shift A Converter Mass добавляю перевожу в режим Subtract Subtract из единицы вычитаю Length он у нас инвертируется Clamp чтобы заклэмпить его чтобы он дальше не проваливался в минус оставался черным Scale сделаем поменьше чтобы он стал побольше так, только не в отрицательные значения чуть-чуть ну скажем вот так где-то после Subtract поставим Power чтобы границы были не такие четкие чтобы размыть их чтобы те места которые между черным и белым те, которые ближе к черному становились еще чернее таким образом градиент будет более пологим вместо Subtract ставим Power и давайте на 4 его, например, сделаем возводим все значения в степень 4 таким образом Scale мы можем теперь немножко сейчас, а то он еще не прогрузился потому что я вот здесь его изменил тоже на Power Subtract здесь был Subtract здесь Power и Scale мы чуть-чуть вот так вот расширим, наверное и Empty этот я переведу GX немножко вот сюда и немножко GY за избу где он там будет стоять чтобы под ней GX было то пространство которое она как бы отсидела и там травы уже нет там только грязь под ним ну, земля выберу снова Main Ground теперь чтобы эта сфера была не такой ровной точно так же как мы уже делали ранее давайте отдельно куда-нибудь это все вынесу G у нас уже есть созданная группа которая называлась у нас Shift-A групп Vector Noise добавляю ее добавляю ее прямо сюда Emount сделаю пока 0,1 поменьше Scale 0,1 давайте пока без деталей вот так вот сделаем Details на единицу поставлю Emount добавляю чтобы просто посмотреть что она куда там происходит это уже много значит Scale добавляем 1 1 наверное тоже многовато 0,2 0,3 Emount очень большой 2 4 ну вот уже ближе ну да что-то вот типа такого и теперь можно добавить еще немножко детализации Details например до 6 и возможно я бы слишком power размытый получается на двойку я бы его здесь сделал а Scale бы добавил до 0,5 например ну много вот так 2 0,32 например ну хорошо да это я думаю что вот то что приблизительно нам нужно теперь это все я хочу использовать в качестве маски у нас уже есть маска для этого цвета который идет из Ambient Occlusion и я хочу дополнительно еще прям вот сюда к вот этому к вот этой маске белой прибавить вот эту маску давайте ее как-то отдельно вот так вот выделю Ctrl J давайте сделаем потому что сейчас уже все запутаться будут это Center Mask как-нибудь назовем ее там Center Mask эту маску я просто при помощи Shift A Converter Mass в режиме Add по умолчанию он в режиме Add идет прибавляю ну сплюсовываю две маски друг с другом с клемпом чтобы значения не уходили выше единицы последовательность не важна потому что при сумме от переменами слагаемых как мы помним сумма не меняется так и у нас кстати здесь текстурный координат да Object все в порядке Ctrl Shift клик сюда смотрим компилируются шейдеры вот и теперь у нас здесь под избушкой по идее должно быть темное пятно сейчас посмотрим как оно выглядит и сбой пока отключу потому что все равно там ничего не видно и источник света я пока тоже отключу соответственно Ctrl Save маловатенько какое-то пятно да можно было бы его как-то сделать немножко поярче поэтому Power мы наверное сделаем еще поменьше на 0.5 получается наоборот Scale возможно даже или нет Power давайте сделаем все-таки на 2 а Scale сделаем поменьше вот так детализации добавить нет не нужно ну в принципе после двойки там уже не видно что детализация добавляется равносом можно их вот так немножко растянуть еще Scale возможно а можно субтректом вот так да чтобы оно прям пожестче было вот теперь под избушкой у нас есть высяженное ею пятно отлично и на это же пятно Ctrl Save давайте вот теперь все что мы здесь сделали весь этот шейдер немножко упорядочим для начала посмотрим что здесь где происходит Texture это у нас текстура идет основная она у нас уже отмечена вот это все это у нас добавление шума Ctrl J Grass Noise назовем его так Color тоже мы сделаем какой-нибудь цвет ну вот такой желтоватенький потому что она сама такая желтоватенькая дальше у нас есть Center Mask который мы сделаем темно-коричневым потому что он темно-коричневого цвета Ambient Occlusion у нас тоже Ctrl J вот так вот его выделим назовем его AO Ambient Occlusion Mask Color мы сделаем тоже темно-коричневым ну например так здесь в принципе так как у нас все уже сделано можно эти все ноды закрыть пока чтобы они много места не занимали сложить их как-нибудь вот так один над другим Ctrl H спрятать все лишние выходы ну вот так Vector Noise пока оставлю чтобы его можно было оперативно там подредактировать здесь то же самое все оставляю открытым Color Ramp чтобы можно было Color Ramp быстро тоже найти подредактировать вот это все можно выделить Ctrl J Color только чтобы они выделялись Dark Mask назовем его потому что он добавляет темного цвета Ctrl X ну хотя нет можно этот оставить в принципе Reroll здесь нормально это у нас то что касалось бампа оно сюда так и идет в бамп это у нас то что касается Routness оно тоже сюда так и идет можно конечно было бы еще Routness там добавить другой на участке с землей но это в принципе не обязательно там сейчас этого все равно уже потом видно не будет H прячем вот это что у нас дальше было H это все касалось бампа у нас H вот это у нас Bump Noise будет Ctrl J Bump Noise цвет добавим просто чтобы рамочка была видна можно его чуть потемнее сделать ну и RGB to BW это все-таки здесь у нас отсюда больше относится к этой к текстуре хорошо с этим разобрались сейчас чуть ближе сюда чуть ближе сюда чуть ближе сюда это Texture Coordinates текстурные координаты которые у нас везде идут которые мы для всего используем теперь вот это все Ctrl пробил убедимся что все правильно работает да вроде бы все работает правильно мне не совсем нравится вот этот Ambient Occlusion наверное все-таки я его чуть-чуть вот так ослаблю потому что очень жесткие получаются вот здесь вот какие-то пятна вот эти вот и мне это не очень нравится не очень получилось с прудом здесь сделать ну да ладно я думал что он все-таки на стыках немножко будет себя по-другому вести ну в принципе это не так важно так и Ambient Occlusion я сделал что я хотел это сделать а хотел я сделать вот что Ctrl пробил вернусь сюда выделю все ноды вот таким вот образом прям все что здесь есть сейчас выделю кроме наверное вот текстурных координат все-таки вот так текстурные координаты у нас пускай будут вынесены отдельно это я все выделяю нажимаю Ctrl G Ctrl Group чтобы превратить это все в группу выхожу обратно и группа это у нас будет называться Landscape Main поставлю на всякий случай здесь значок мы ее будем сейчас использовать еще в одном элементе а именно я хочу продублировать сейчас в саппорт вкладке коллекцию Stones с камнями Duplicate Collection и использовать здесь инстансы этой коллекции чтобы добавить сюда еще камней но я хочу немножко поменять у нее вот что сейчас она находится там в центре ну давайте добавим ее сразу это у нас будет называться Stones Main у нас там идет компиляция шейдеров фоном Stones Main она у нас будет называться инстанс этой коллекции мы добавляем в сцену instance to scene и давайте создадим в коллекции Main коллекцию Main Stones я думаю что прямо в коллекцию Main Ground мы ее добавим хотя мне пускай она лежит наверное в корне здесь все-таки Main Ground потом пойдет Main Stones они относиться друг к другу в общем-то будут instance коллекции Stones Main я приношу сюда значит я бы хотел добавить у нас там напомню была такая история с ней GZ продублируем материал асета с камнями Stones Main отключу у него наверное потому что он здесь не нужен модификатор там были какие-то модификаторы да Subdivision Displace это все здесь не нужно потому что они и так далеко будут очень находиться к чему нам лишняя геометрия и мне теперь нужно заменить вот здесь вот группу Landscape которую мы подмешивали на группу Landscape Main мы меняем мы меняем мне нужно взять Texture Coordinates Object сюда вставить только в качестве объекта выбрать ждем зря я вставил надо было сначала выбрать потом вставлять чтобы быстрее было объект я удаляю и в качестве объекта я выберу Main Ground сейчас у него почему-то неправильно распределяется там немножко текстурные координаты сейчас посмотрим почему это может происходить у нас же там Object был везде да я Object сюда вставил Object я не понимаю просто тут он у него по идее должна быть одинаково он должен вообще сливаться с этой поверхности он почему-то этого не делает сейчас я пойму почему возможно Align Rotation to Target я ему еще выставлю G перевожу вот так вот хотя нет но в принципе он сливается да у него какие-то вот эти полосы появляются ааа скорее всего это может происходить потому что у него вращение у оригинального объекта у него угол вращения неправильно здесь сделан то есть он развернут на 90 градусов давайте Control A Rotation ему применим да и вот теперь все встает на свои места и теперь уже Asset его будет точно вставать у нас без всяких искажений дополнительных G я его могу свободно перетаскивать куда угодно и он будет сливаться у нас то есть сверху просто будут оставаться камни а все остальное его поверхность будет сливаться с поверхностью нашего ландскейпа точности уже вот Scale таким образом я его могу очень быстро здесь пораскидать по всему значит Shift D продублируем сюда Shift D Scale например вот так Rotation Z сейчас под избой посмотрим избу включим чтобы у них там не возникло никаких проблем не нормально включу еще на всякий случай Lightning чтобы увидеть что и куда я добавляю Shift D куда-нибудь сюда например тоже под избу Shift D ну-ка посмотрим как это будет выглядеть отсюда 0 главное чтобы вот да Rotation Z их только не забывать по вращениям добавлять все-таки асет один и тот же и если мы его будем многократно использовать близко друг к другу то это может быть прям заметно здесь Scale здесь Scale я бы тоже увеличил так вот здесь я отключу немножко GZ подниму его повыше хотя нет со снеппингом сейчас перетащу давайте вот сюда его немножко перетащу поближе вот так наверное как он там точка навестись ну-ка я не вижу что происходит из-за шейнига сейчас Rotation вот так например чтобы сейчас не промахнуться Rotation а здесь он у нас висит над этим Rotation а здесь над этим Scale ну немножко ладно поменьше вот так сделаем все нигде не нависает вроде нигде не нависает хорошо это было неплохо включим обратно Shading Shift-D сюда его только с этим со снеппингом G и здесь Scale сделаю прям побольше вот так Alt-A не нависает вот здесь слегка выпирает сейчас поменьше Scale Alt-A Scale-Z давайте вот так сделаем Alt-A вот здесь как раз будут прям перед избушкой нормально там навалено камней тогда получается я смотрю что там можно не мелочиться можно их делать еще крупнее потому что они вот вдалеке они прям тоже очень мелкие значит можно еще спокойно взять Shift-D сюда продублировать что такое опять снеппинг отключить да G Shift-D Rotation Z например 70 G сюда Alt-A что там получается Scale-Z например наоборот немножко сделаем более плоскими Alt-A G сюда вымачиваем вымачиваем дорожку которая подводит к избе и вот сюда хочется побольше сделать Shift-D большой вот этот ну возможно Scale давайте Alt-S сделаем ему Scale ну вот так чтобы он сливался Shift-D сюда его еще один Rotation ой не не надо по локальной оси Rotation-Z Shift-D сюда Scale G возможно вот так Alt-A так здесь слегка выбирает Scale-Z Alt-A ну вот сейчас они отлично все сливаются нолик Ctrl-Save может быть даже их многовато здесь и возможно часть из них стоила бы Rotation-Z там не знаю 250 развернуть по какой-нибудь оси чтобы они все же отличались друг от друга углом разворота и с размером чтобы не возникало такого впечатления что это вот один и тот же паттерн везде натыкан ну вот здесь он возникает например Rotation-Z по локальной оси опять же разверну его вот так или даже вот так как-нибудь вот и у нас вот эта дорожка подводит к избе этот же GZ наверное ой стоп отменю отключу Snapping GZ опущу его поглубже под землю тоже чтобы они все не одинаково выпирали а где-то они были выше где-то ниже ну понятно везде рандомизация чтобы какая-то была давайте все-таки его еще немножко сейчас где он вот этот GZ все-таки верну вот так Alt-A 0 хорошо и как это у нас получается значит избушка встает ну да под ней там можно камней побольше добавить в принципе вот туда я хочу еще какой-нибудь кусок прям добавить сейчас Snapping включу Shift-D что-то происходит вот сюда только Alt-S и Alt-R вот так сделаем сейчас Scale сделаем ей побольше GZ немножко подниму ее ой отменю Snapping опять же GZ я же отключил нет Snapping отключить GZ повыше Scale Z поменьше ну чтобы здесь были да они такие более плоские GZ пониже Rotation Z ну как-нибудь вот так чтобы между когтями она попадала в тех местах где их возможно будет видно Ctrl-Save так хорошо давайте знаете еще что сделаем вот мне не нравится что здесь камни они такие прямо очень яркие получается очень сильно выделяются мне бы хотелось в этом месте добавить им ту же маску которую мы добавляли здесь на ландшафт в середине для этого выберу ландшафт точка наведусь на него Landscape Main а ну хотя оно мне обязательно наводится на него да мы же можем это все делать и при помощи у нас же эта группа используется и здесь же поэтому мы здесь же в нее зайдем из нее я возьму вот эту маску Center Mask давайте ее вот так вот выделим Ctrl-G сделаем ей тут все правильно используется поэтому нам ничего дополнительно делать не надо мы назовем ее например Изба Ground Center Mask как-нибудь так и будем использовать ее также и для ассета с камнями только выйдем уже из этой группы Tab для того чтобы когда групп много вкладок одна в другой с помощью Tab мы входим и выходим в ту вкладку которая выделена в данный момент то есть если у нас выделена группа которая находится внутри группы вот она выбрана сейчас то я с помощью Tab буду заходить и выходить в нее если мне нужно выйти из той группы в которой она лежит то я должен выбрать Group Input либо просто отщелкнуть нажать Tab тогда я из нее выйду и перемещусь в общий материал значит здесь теперь в Landscape Main вот здесь в Value например сейчас мы при помощи Вильяма наверное сможем это сделать Shift-A Group из Background Center Mask инвертируем ее Converter Math Subtract из единицы вычтем значит у нас здесь Value 1 ставим это в Value то есть в яркость этого цвета и теперь по идее все что под избой должно будет быть темнее все камни и да они такими и становятся собственно вот это то чего я хотел это то чего я добился и это то что меня в принципе устраивает можно было бы ее же еще точкой это я зря навелся не на то нолик кстати почему у нас такая черная ряска там на воде а потому что на нее теперь падает тень ну и отлично все ландшафт меня в принципе устраивает здесь давай чтоб ноги так не смущали GY вот этот я уберу назад сюда кстати вероятно я его так там и оставлю потом потому что он будет как раз хорошо ноги подсвечивать немножко сзади и будет видно что это именно ноги особенно когда там перья добавятся я думаю что они с помощью Translucency должны будут хорошо быть там видны пока оставлю его так Alt A можно еще ему сделать чтобы он теней не отбрасывал сейчас я сразу это намечу просто себе чтобы потом это не забыть значит тень у него отключить а хотя нет с тенями он будет не совсем правильно ладно пускай тень он отбрасывает тогда G Z возможно его пониже вот так опустить да очень хорошо так ну все с ландшафтом наверное на этом все и у нас остается растительность которой мы займемся уже в следующем видео секундочку еще увидел перед тем как выключить видео что я бы хотел еще выделить ландшафт и в скульпт моде чуть-чуть все же добавить вот здесь пройтись кисточкой разочек вот здесь что-нибудь происходит у меня выбран ландшафт все работает но почему-то ничего не происходит сейчас ну-ка вот так многовато да с шифтом чуть-чуть обратно вернуть вот мне эта дырка под забором мне нравится ну и здесь тоже можно все в следующем видео занимаемся растительностью у кого все тормозит запекайте текстуры в картинке как мы уже делали это должно будет по идее облегчить вам жизнь на этом все всем счастливо всем пока выход сегодняшнего видео поддержал Юрий Бацюро оформив максимальный уровень спонсорства на канале Юрий спасибо большое салюта ЕИ салюта я